Китайцы прочно засели в Англии. Покупка Вулверхэмптона в 2016 году считается самым большим успехом инвесторов из этой страны. 100% акций команды принадлежит Fasun International. Сумма сделки не раскрывается. Конечно, за такой большой компанией стоит большой человек. Его имя Го Гуан Чан, китайский магнат и миллиардер. Компания инвестирует по всему миру в различных областях. Вулверхэмптон пополнил их список развлекательных компаний, куда входят Цирк Десюлей и Канал 8 и другие. С тех пор, как на футболках были разрешены логотипы, Саутгемптон поменял уже 9 спонсоров. С 2019 года китайская компания Ландер Спортс стала 10-й. Ей, а точнее ее директору Гао Ценжену принадлежит 80% акций клуба. В 2008 году Вест Бронвич Альбион объявил, что ищет крупного акционера. Спустя 8 лет клуб успешно был продан китайскому предпринимателю Лай Гоу Чуаню. Покупка клуба обошлась ему в 150-200 миллионов фунтов. После неудовлетворительных результатов Лай уволил председателя клуба и исполнительного директора, назначив на их место китайцев. Бирмингемпост сообщает, что Лай проживает в Гуанчжоу и редко посещает матчи Вест Бронвич Альбиона. Бирмингемсити тоже не избежал этой участи. Удивляться здесь нечему, ведь заполучить английский клуб хочет большинство толстосумов. За конкретной командой идет нешуточная борьба. 29% акций клуба были проданы в 2007 году бизнесмену из Гонконга Юнг Карсону. С 2015 года командой владеет китайская корпорация «Триллион Трофи Азия». Главным действующим лицом является Шо Чон Ху Ну, которому принадлежит 60,78% акций этой команды. У Янг Карсона остается 6,5%. А вот главного соперника Бирмингема Астанвилу в прошлом году удалось забрать из рук китайцев. Английских команд, принадлежащих бизнесменам из этой страны, много. Барцли, Рейдинг и так далее. В Испании выделим Гранаду. Ее владельцем является китайский инвестор Цянь Лиджан. Известно, что покупка клуба ему обошлась в 37 миллионов евро. Его компания Де Спорт также имеет интересы в НБА. К Цянь Лиджану мы еще вернемся. Эспаньолом управляет компания из Поднебесной Растар Манагериал Групп. Второй раз за 120-летнюю историю существования клуба президентом стал не испанец. Чень Яньшен купил 54% акций команды. Совет директоров полностью состоит из китайцев. Испанцы поступают очень грамотно. В некоторых клубах доля акций одного владельца не должно превышать 2-3%. К примеру, китайский след есть и у Атлетика Мадрид, но он малозаметный. С 2015 года Славия Прага принадлежит Чина Энерджи. В следующем году компании удалось довести число акций до 99,96%. Кроме этого, китайцы приобрели еще 5% акций главного спонсора другой чешской команды Спарты Праги – JNT. Азиаты активно развиваются в этой стране, имея еще ряд активов – от стадионов до интернет-магазинов. В 2018 году президент компании Чина Энерджи Джин Чи Мина стал советником президента Чехии, а через 2 года против него откроют дело на родине. Во Франции от известного клуба Сашо отказался автопроизводитель Пежо, продав клуб Нанкинской группе из одноименного города. Эта корпорация с Сашо поступила более гуманно, отнеся ее не к сфере развлечений, а к спорту. С 2016 года Асером владеет миллиардер Джеймс Джоу. Некоторые китайцы берут европейские имена. Он основал компанию по упаковке товаров ORG Technology, которая выросла в инвестиционного агента. Кроме футбола, Джеймс поддерживает еще фехтование и хоккей. Для развития футбола на своей родине бизнесмен решил открыть Академию Асера, куда приезжают лучшие тренеры Франции. Следующая команда в наш список войти не может, но я ее упомяну также, как Астанвилу и Атлетика Мадрид. Один из самых популярных клубов Франции, Олимпик Лион, принадлежит французскому бизнесмену Жан-Мишель Алла. Более 32 лет он владеет детьми. Однако 20% акций команды с 2017 года находятся в руках китайской группы IDG Capital Partner, которые были куплены за кругленькую сумму 100 миллионов евро. В Италии один большой клуб, сейчас поясню. Самым первым был приобретен Интернационалы. В июне 2016 года Сайен Холдинг Групп, штаб-квартира расположена в Нанзини, приобретает 68% акций итальянского Гранда. Корпорация начала свою деятельность на розничном рынке. Чан является одним из самых влиятельных бизнесменов в Китае. В 2015 году Парма была признана банкротом. Через 2 года Цян Ли Чжан, который владеет Гранадой, покупает 60% акций Пармы, которая стала третьим спортивным клубом в его списке. 30% акций осталось в руках местных бизнесменов, а 10% принадлежит болельщикам. Но через год китайский бизнесмен был вынужден часть своих акций продать, сократив их число до 30%. Поэтому Парма китайцам уже не принадлежит. А что же с Миланом? Покупка этой команды была самой крупной китайской инвестицией в европейский футбольный клуб. Однако с 2018 года Ли Юнхун продал Рассанери британской Эллиот Менеджмент Корпорэйшн. Буду признателен, если вы посмотрите следующий рекомендованный выпуск про владельцев испанских или английских клубов. Услышимся на спортивном.